Привет, друзья! Снова в эфире рубрика «Экспресс-разбор» и сегодня у нас интереснейшая раздача, на примере которой я разберу очень старую концепцию, которую я придумал давным-давно и которая называется «Концепция законченных и незаконченных линий блефа и ловли блефов». Из этого видео вы лучше узнаете, в каких случаях вам нужно калировать до конца, а в каких нет. Давайте посмотрим, что была за раздача. Более того, я выкладывал ее разбор на телеграм-канале и спрашивал, как бы вы сыграли. Я защитил здесь король 10 разномастный на ББ против Котофа. С Котофа открывается рек, открывает 28%, и при этом на постфлопе он очень агрессивный. Как видите, ставят конбет в позиции 83 флоп, 86 терн и 75 ривер. Высокий ВВСФ, 58%, агрессия достаточно высокая, то есть очень агрессивный товарищ. И что здесь происходит? Мы нажимаем колл, попадаем в топ-пару со слабым кикером, ну со средним кикером, получаем конбет небольшого размера, играем чек-колл, на ривере в нас летит X2 овербет, и тут уже возникает вопрос, как играть. В вопросе, часть людей уже отваливается на X2 овербет по терну, я же его калирую, и на ривере в девятку в нас прилетает X2 овербет пуш, и собственно вопрос в том, стоит нам калировать или не стоит. И вот на примере этой раздачи давайте разберем концепцию законченных и незаконченных линий блефа, а именно законченных линий. В чем ее суть? Бывают такие типы оппонентов, по которым видно, что они играют по так называемым законченным линиям. Что это значит? Что когда они начинают свою агрессию, они ее заканчивают, то есть они ее доводят до конца, до ривера. Как правило, у них очень агрессивная статистика, у них большая агрессия, при этом эта агрессия размазана по улице, вот например, как у этого оппонента, 54, 40, 33, то есть нет каких-то прям очень сильных перепадов и нет большой разницы. Здесь у него разница есть, но тем не менее, у него в принципе агрессия сильно завышена. То есть обычно у таких людей может быть агрессия, например, 44 флоп, там 35 терн, например, 33 ривер. У них очень высокий показатель баррелинга, да, если они ставят конбет. Когда они играют, например, чекрейс, они после чекрейса очень часто, там 75% случаев ставят терн, например, да, и очень часто потом пихают ривер. То есть они доводят свою агрессию до конца, поэтому это называются люди, которые играют по законченным линиям блефа. И какая здесь основная идея, да, которая вам поможет верно против них играть? Вот против таких ребят вам уже на флопе нужно определиться. Вы с конкретной рукой либо идете до конца, да, то есть будете их калировать до конца, у них законченная линия блефа, у вас законченная линия ловли их блефов. Либо вы сдаетесь на той улице, на которой вы получили экшен, то есть на флопе. Любые другие промежуточные варианты приводят к тому, что вы просто сжигаете деньги. Ну вот представьте, вы калируете флоп, выкидываете на терне. Или вы калируете флоп терном, выкидываете на ривере, когда вы уже изначально знаете, что по его статистике, по его тенденциям игры, по ноцам, например, если у вас есть. Вам понятно, что этот оппонент очень агрессивный, гиперагрессивный, и он будет доводить свой блеф до конца. Зачем? Тогда либо, если вы не готовы с какой-то конкретной рукой держать экшен, выкинете ее прямо по флопу, либо уж закрываете глаза, даже если выходят страшные карты, закрывается флаж и выходят оверкарты, вы все равно будете калировать. Потому что, опять же, в страшные карты у них будет получаться частота блефов, они будут чаще дожимать вас. Поэтому идея очень проста. Против людей, которые играют по законченным линиям блефов, агрессивных, у которых размазаны агрессивные фрекции, у которых завышены показатели, например, барлинга, вы либо идете до конца, либо сдаетесь на флопе. При этом, ну, вы подходите к этому адекватно, если у вас достаточно слабая рука, например, там, вторая пара без кикера, или третья пара, или какой-то туз-хай, да, вот, вы эти руки выкидываете по флопу. То есть, фактически, вы низы своего рейнджа выкидываете на флопе. То, что раньше вы калировали против людей, которые вы можете спокойно сыграть чек-кол, например, чек-фол-терн, да, потому что вы иногда сыграете чек-чек-терн, дойдете до ривера, может, где-то блефанете на ривере, можете, где-то бесплатный шеде возьмете. Вот против таких оппонентов, вот эти низы рейнджа, вы прямо по флопу выкидываете. Те гадшоты, которые вы раньше калировали, те третьи пары, те, там, может быть, части вторых пар, если они слишком слабые, вы их либо выкидываете, да, либо сами превращаете в блеф, потому что вы просто не сможете с ними держать экшен трех улиц. Ну и, собственно говоря, вот увидев такого оппонента, я здесь, несмотря на то, что он здесь лепил овербеты, у меня не было никаких нотов на его овербеты, но я здесь уже по флопу решил, что я просто буду закрывать глаза и колить. Рука при этом, эта часть у нее неплохая для этого, мы немножко блочим его в элью в виде, например, валет 10. Я не уверен, что он здесь всегда будет x2 овербеты играть с руками типа туз король, тузы, да, пока у нас еще не было какой-то предыстории. То есть я думаю, что у него пуш по ригу достаточно полярно, то есть это либо очень сильные руки, например, там, две пары по типу король дамы, там, сета на дамах, сета на семерках, валет 10 доехавшие, да, например. Либо какие-то руки, превращенные в блеф, ну а с его агрессией у него их хватает, да, это может быть даже готовая рука по типу 7x, это могут быть гадшоты, там, туз валет, туз 10, да, какие-то бэкдор фд, которые, например, не закрылись ему. То есть, в принципе, у него рук для блефа хватает, в элью не очень много, и с теми руками, с которыми неготовыми он ставил терн, он очень часто ставит по риверу, потому что этот оппонент играет под называемым законченным линиям блефа. Ну и в этот раз мне повезло, да, я вскрыл его блеф, он мне показал туз валет. Естественно, вы не всегда будете выигрывать на шоу-дауне. У меня есть очень похожая раздача, тоже я против x2 у игрбета сыграл терн и сыграл колл по терн и по риверу, посмотрел на сет, но тем не менее, да, вы должны понимать, что главная здесь идея против таких оппонентов либо выкинуть сразу по флопу, и в этом нет ничего зазорного, да, вы их накажете, когда у вас будет сильная рука для блеф-коллов, либо, если уж нажимаете колл, то идете до конца. Но ничего промежуточного здесь не делайте, потому что промежуточные решения просто придут к тому, что вы будете сжигать деньги. Ну а более подробно про концепцию законченных линий блеф и незаконченных линий блефок, что это такое, да, вы можете почитать на сайте PokerAbility в разделе стратегии, там эта концепция есть, но также я подробнее про это буду рассказывать в других видео. А на этом все, всем хорошего дня, удачи с вами, пока! Субтитры создавал DimaTorzok